Звёздные интервью, забавные ситуации и яркие новости из мира кино и шоу-бизнеса. Наконец-то дождались. Всем привет! Это новый выпуск от ДНИТВ и сегодня вы узнаете, как Хью Грант подколол Тима Тишаламы во время его выступления. Не, ну у фильма замечательный сценарий. Горячие рэперы, о чём признался Сильвестр Сталлоне своим дочерям. Ох, девчонки, это было реально жёстко. Легендарный путешественник Джак Ив Кусто в рубрике «Тревел» и его вклад в кино. Какие фильмы празднуют юбилей? О боже! Шибануло вашего отца Людка. Всё это, а также другие весёлые новости про звёзд уже врываются в наш эфир. Ну что ж, мы начинаем. Болинсиага опять всех рассмешила. Они представили вот такую вот дизайнерскую находку. Юбка-полотенце поверх штанов. Поразительно. Стильно, модно, отвратительно. Гениально. Да, такую юбку в каждом отеле в принципе можно найти. Впрочем, Болинсиага и не догадывается, что мистер Бин их давно уже опередил. И дизайнерские решения знаменитого актёра теперь по праву займут своё место в истории. Ну а как вам этот стиль? Сильвестр Сталлоне в новом интервью для своих же дочерей и их подкаста признался, как же ему было сложно в начале двухтысячных, когда жанр боевика перестал быть востребованным, как это было в девяностых. Да я еле выживал и чувствовал себя бесполезным. А мне ведь как отцу надо было вас обеспечивать. Вы даже не знаете, на что я шёл ради заработка. Ну да, мы помним тебя в фильме «Дети шпионов». Да, я чуть с ума не сошёл. Можно мне просто поговорить с собой? Но вы говорите с собой, я это вы... В общем, я был в депрессии. Ага, я помню, как ты шёл в кинотеатр и часами там сидел, ни с кем не общаясь. Ну, видимо, в поиске новых идей. И да, ты хотел найти себя заново. Да, я чувствовал себя абсолютно бесполезным. Но это меня закалило. Я понял, что жизнь, она вот такая вот, понимаете. И люди, которые тебе улыбались и были твоими друзьями, они уже не друзья. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. А в конце Слай и вовсе расчувствовался и едва не заплакал. Ну а потом я всё же собрался и решил сделать нового Рокки. И вложить туда все эти негативные эмоции о потерях. Ох, девчонки, это было реально жёстко. Да. Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой. Некогда самая знаменитая светская львица и тусовщица теперь всё активнее применяет на себе роль заботливой мамочки. А решила она остепениться в 2021 году, когда вышла замуж за серьёзного финансиста Картера Реума. Сначала у них появился сын Феникс. А вот теперь и дочь. Впрочем, учитывая, что фигура Пэрис как-то вот совсем не меняется и непонятно, ходила ли она вообще беременна или нет, то многие подумали, что детей она заказывала у суррогатных матерей. А сама в это время всё так же продолжала рассекать по звёздным ивентам. Я и думал, именно это я и полагал. Так что, как думаете, теперь-то с детьми она поменяется или слово «остепениться» – это вообще не про неё? Полный отрыв башки! Искусственный интеллект смоделировал Рей в пати в Хогвартсе. Да, детка Гарри Поттер и вся тусовка отрывается до потери пульса. Ну что, друзья, бросаем работу и отправляемся все на вечеринку. Подождите, вам обязательно всем уходить? А если с вами что-то случится, Кейт, ты садись в первую машину, надень что-нибудь поярче, чтобы вызвать огонь на себя. Во время выступления Трэвиса Скотта один гиперактивный фанат выскочил на сцену. Рэпер быстро взял ситуацию под контроль и лихо схватил его за шкирку. Секьюрити, которые проворонили фаната, кинулись было показывать, что они всё-таки работают, однако рэпер отослал их обратно и оставил фаната на сцене. В итоге они договорились, что фанат попробует и сам себя почувствовать немножко звездой и с разгона прыгнет в толпу, что он и сделал. Но это всё ерунда. То ли дело горячий парень рэпер Джонго. Когда во время очередного речитатива он проходил мимо пиротехнических установок, из которых вылетали языки пламени, то он внезапно загорелся. Однако, как ничем не бывало, пошёл дальше. И только когда огонёк достал до самого сокровенного, то рэпер быстро скинул одежду. Интересно, что его теперь можно считать артистом погорелого театра? Раз на праздники королю Чарльзу отказываются приезжать всякие Элтоны, Джоны и Адели, то он психанул и решил быть модным. Пригласил один из самых популярных кей-поп коллективов – Блэк Пинк. Все девчонки группы Джису, Дженнис, Розе и Лиса приехали в Букингемский дворец и получили награды вместе с президентом Южной Кореи Юнцок Йолем и Первой Леди. Гостям устроили пышный ужин. Были многие члены королевской семьи. Не, ну, принца Гарри, конечно, уже давно никто не приглашает. Да и принцессы, в общем-то, тоже были не все. Принцесса Фиона? Друзья, каждый ваш лайк и комментарий помогает продвигать это видео. Поставьте плюс или напишите какую-нибудь ерунду. Продолжаем. А это Хавьер Бардем, которого Дэйнай Ти Ви встречали много раз. Один раз он даже нам дал автограф. Известен такими фильмами как Так вы из Давас? А твое какое дело, дружок. Старикам тут не место. Да я ж просто спросил. Пираты Карибского моря. Разыщи мне этого воробья. Всего один миллиард песо. Один — это оскорбление. Эскобар. Не забудь про мой жалкий патриотизм. Бонд 007 — координаты Skyfall. А какие фильмы с его участием понравились тебе? Дженна Артега заявила, что не будет больше сниматься в продолжении франшизы Крик, потому что планирует посвятить себя полностью продолжению сериала Уэнздэй и замелькавшему на горизонте Битл Джусу 2. Я чувствую большое давление на себя. Уэнздэй стал заметным явлением для общества. Ну и я сфокусируюсь, пожалуй, на нем. Хотя, мало ли, может, когда-то с криком еще что-то и получится. Алло. Дженна, это ты, что ли? Отъема я спалилась. Тимати Шаламэ и Хью Грант отправились в Японию, чтобы начать промо-компанию к фильму «Вонка». Меня зовут Вилли Вонк. Картина, кстати, уже выходит на экраны. Что такое? Ничего. Очевидно, что-то, ведь ты сказал «Ха». Ну, а на премьере Хью заявил. Я всегда с душой отношусь к своим фильмам. И этот, надеюсь, вам тоже понравится, потому что малой там хорош. Ну и он тоже хорош, да. Но, похвалив друг друга и передав слово Шаламэ, Хью решил подпортить ему речь и напомнить малому, кто тут главный. Не, ну, фильм о замечательной сценарии. Ой, мы хорошо сыграли. Хью, прекрати. В общем, приколы приколами. А пока напишите в комментах, кто будет смотреть «Вонку». И да, кстати, а как вам прикид, Тимоти Шаламэ? Нормальный костюм? Сегодня на мне костюм от Валентина. От Валентина? Так он не твой. А сейчас традиционная минутка благодарности. Да и на ТВ говорит большое спасибо всем тем, кто под каждым нашим выпуском оставляет интересные и развернутые комментарии и всегда поддерживает наш канал. А среди них Это, конечно, далеко не все. Друзья, вас очень много, но мы обязательно будем благодарить всех самых активных в каждом выпуске. Ну что ж, продолжаем. К своему столетию Дисней выпускает предрождественский мультфильм «Заветное желание». Ой, это чё такое? Девушку Ашу, которая начинает разбираться в этих всех желаниях, озвучила Ариана де Босс. Я тут, я тут. Сейчас, сейчас, подожди. Одышка просто. Сейчас соберусь. Ну, в общем, я вложил об этом персонажа всю душу. Угу. Потому что я, как и она, знаю, что такое взлеты и падения. А вот злого короля Магнифико, который правит этим королевством и распоряжается чужими желаниями, озвучивает Крис Пайн. Так я не поняла. Кое-какие желания у вас вообще не исполняются. Не кое-какие, а большинство. Это я тут решаю, чего каждый заслуживает. Да, сыграть у Диснея злодея это всегда почетно. Особенно, если вспомнить Шрама из Король Лев, или Джафара из Аладдина, а тут еще и Король. Ну, а я практически начинал свою карьеру с фильма Дневники и Принцессы, как стать королевой. Так что есть опыт в королевских интригах, да. Бюджет мультика очень даже внушительный, по 200 миллионов. Так что и ждем чего-то особенного. Кто будет смотреть, пиши в комментариях. А что здесь происходит? Так, дамочки, начинаем. Огонь! Интересный факт. Семейная комедия «Эльф» 2003 года, открывающая сцена в Нью-Йорке, была снята не по сценарию. Режиссер Джон Фавро подбрасывал Уилла Феррелла в случайные места в городе и просил его импровизировать на ходу. Получилось весело. А это Билл Мюррей, которого Дэйнайт ТВ видели на премьере фильма «Мертвые не умирают». Я думаю, это зомби. Билл, как выжить среди зомби, если вы человек? Что? Ой, ну даже не знаю, постарайтесь не удивляться. Обступили со всех сторон. Также он известен такими фильмами, как «День сурка», «Охотники за привидениями», «Трудности перевода», Агенты Чарли «Люблю огонь». А какие фильмы с его участием понравились тебе? Кто сказал, что бабушка не может быть энергичной, заводной и сексуальной? Знаменитой комедии «Миссис Даутфайр» исполняется 30 лет. Исполнитель главной роли Робин Уильямс вспоминал, «Да, я долго подбирал голоса, копировал разных женщин, ну там, знаете, искал нужную тональность, немного повышая ее вот так вот, как у противных, но правильных бабушек». Ну а мы напомним сюжет. Внештатный актер озвучки теряет работу и семью, но желая видеть детей каждый день, он находит нестандартный выход из ситуации. Перевоплощается в няню и нанимается к бывшей жене в качестве домработницы. Вот так вот горячая штучка «Миссис Даутфайр» и попадает обратно к себе домой. А теперь немного фактов. Музыку к фильму написал известный канадский композитор Говард Шор, который известен саундтреками к таким фильмам, как «Хоббит», «Властелин колец» и «Молчание ягнят». Кстати, о музыке. Отрывок из арии «Ларго Альфа Ктотум», оперы «Рассиний сивильский цирюльник», актер Робин Уильямс действительно исполнил сам. Режиссером фильма стал Крис Коламбус, который снял «Один дома» и первых двух Гарри Поттеров. Фамилия Даутфайр была взята главным героем из первого же попавшегося газетного заголовка. «Полись Даутфайр воз эксидентом», что переводится как «Полиция сомневается, что пожар был случайным». Отдельного упоминания, конечно же, заслуживает грим. Каждый съемочный день Уильямс проводил около 4-5 часов в гримерке, что не осталось незамеченным киноакадемиками. Картина была выдвинута на множество наград и получила премию «Оскар» за лучший грим и прически, а также две премии «Золотой глобус», в том числе и за лучший фильм-комедию. «Главная задача была нанести столько грима, чтобы обо мне напоминали лишь глаза». Ну и мы экспериментировали с разными образами подруг. Бывало, что получался откровенный трэш. «Ну, приветики». Ну а потом мы подумали, что нос должен быть, как у Маргарет Хэмилтон, которая играла ведьму в сказке «Волшебник страны Оз». Так, затем подбородок мы решили взять у Маргарет Тэтчер. Потом придумали одежду. Ох уж эти ортопедические носочки. Муа, цимус. Затем придумали корпус. Да, это был как чемодан на теле. Ну и вуаля, получилось миссис Даутфайр. Добрый день. Ну а чтобы доказать гениальность этого фильма и его огромный потенциал, мы решили пофантазировать. А что если миссис Даутфайр превратить в триллер? Итак, самый изощренный маньяк выходит на охоту. Он перевоплощается. Он следит за тобой. Он хочет быть поближе к твоим детям. И он на самом деле не тот, кем кажется. Ух, елки. О боже. Бежим, бежим отсюда. Миссис Даутфайр уже идет за тобой. Смотри в кинотеатрах своего города и на Нетфликсе Шмеккексе. Вот такой вот универсальный фильм. В общем, если ты его смотрел, обязательно оставь свой отзыв в комментариях. Шибанула вашего отца Людка. Все. А это Кристоф Вальц, которого ДНТВ видели дважды в Венеции и в Каннах. Замечательный актер. Какая тебе его роль больше всего понравилась? Бесславные ублюдки Кристофер Вальц. Известен такими фильмами как Вы вправду хотите, чтобы я пожал вам руку? Я настаиваю. Джанго. Бесславные ублюдки. 007 Спектр. А какие фильмы с его участием нравятся тебе? Шикарные отели, казино, высокая кухня и суперзвезды. Лас-Вегас с размахом принимал Формулу-1. На открытии спели Кайли Миноук. Джон Леджер. Кит Урбан. Народ съехался посмотреть на быстрые машины до себя показать. Риана и Оса Прокки выгуливали детей. Наблюдал за процессом Брэд Питт, который сам сейчас снимается в новом фильме про автогонки. Мотался с флагом Джастин Бибер. Вышивала и тут, и там новоиспеченная дважды мама Пэрис Хилтон. Ой, ну где я уже только не была на Формуле-1, да везде. И вот она в Лас-Вегасе. Класс. Приехали звезды и из других видов спорта. Шакил О'Нил и Дэвид Бэкхэм. Да, Формула-1 это всегда ярко, интересное событие в мире спорта. Не скучала тут же и Дженнифер Лопес. Старался не делать кислое лицо и Бен Аффлек. Приехал актер Патрик Дэмпси, который недавно как раз в тему снялся в фильме Феррари, и которого признали самым сексуальным актером. Ну, у меня даже жена посмеялась с этого, а дети так вообще прикалывались. В общем, праздник спорта и шоу Биза состоялся. А если бы у вас были деньги, вы бы рванули туда, признавайтесь. Ты не должишь мне 500 долларов? Я дам тебе следующую зарплату. У тебя нет работы? Я имел ввиду свою следующую зарплату. Интересный факт. Для приквела «Безумный Макс Фуриоза» Джордж Миллер решил не возвращать Чарлистерон, потому что он смотрел ирландца и понял, что технология омоложения еще недостаточно хороша. Эти люди аквалангисты Скалипса, научно-исследовательского судна под командованием Жака Ива Кусто. В 90-х под звуки этой программы к экрану сбегалась вся семья. Ради того, чтобы вновь посмотреть приключения легендарного исследователя Жака Ива Кусто. Подводный мир манил его с детства. В 10 лет Кусто совершил свое первое погружение. После учебы в военно-морской академии побывал в Китае и СССР. Увлекался авиацией. Но однажды он попал в автомобильную аварию и из-за травм от полетов пришлось отказаться. Кусто устроился работать инструктором на французском крейсере. Чуть позже купил очки для подводного плавания и после первого погружения понял, что теперь будет покорять морской мир. В 1943 году Жак Ив Кусто был одним из первых, кто испытал прототип акваланга и в дальнейшем его использовал в исследовательской работе. Также он стал создателем водонепроницаемых камер и осветительных приборов. А еще изобрел первую подводную телевизионную систему, с помощью которой мог снимать на глубинах и показывать эти кадры миру. В 1956 году состоялась премьера документального фильма «В мире безмолвия». Режиссером и продюсером выступил Жак Ив Кусто. Картина получила Оскар и «Золотую пальмовую ветвь». «Золотая пальмовая ветвь» присуждена полнометражному фильму «Безмолвный мир», снятый в глубинах моря командором Кусто. Многие были уверены, что победа Кусто на кинофестивалях разовая. Однако неутомимый исследователь смог дважды подняться на сцену для получения Оскара в 1960-м как продюсер за короткометражку «Золотая рыбка» и в 1964-м как режиссер за документальный фильм «Мир без солнца». Многое из того, что удалось открыть знаменитому мореплавателю, сегодня можно увидеть в Монако лично в Океанографическом музее и институте. С 1957 года его возглавлял Жак Ив Кусто. Князь Монако проспонсировал десятки экспедиций по всему миру, откуда отважная команда Кусто всегда привозила нечто особенное. В музее расположены просто уникальные аквариумы, воду для которых собирали из 90 морей мира. Что еще интересно, что здесь есть настоящие живые кораллы, которые в неволе обычно не живут. А вот эта инсталляция называется «Зеркало». Внезу расположен искусственный скелет кита, а над ним настоящий, который привезли из одной из своих экспедиций «Князь Монако» и «Жак Ив Кусто». Компания мореплавателя одна из первых пришла к выводу, что китообразные обладают гидролокаторами и способностью к эхолокации. Наш эхолот улавливает отражающиеся от дна сигналы и на их основании вычерчивает непрерывный график. Это открытие стало толчком для разработок подводной системы навигации «Субмарин». До конца 80-х Кусто продолжал активно путешествовать и снимать новые программы. «На борту мы проявляем пленку». В 1997 году замечательного мореплавателя не стало. Но сегодня каждый посетитель этого музея так или иначе становится частью большой команды — команды Жака Ива Кусто. Друзья, а теперь по традиции наш финальный опрос. Признавайтесь, а как вы нашли наш канал? Вариант А Ютуб сам подсунул. Вариант Б Через шортс. Вариант С Посоветовали друзья. И вариант Д Искал информацию и случайно наткнулся. Пишите ваш ответ в комментариях, нам очень интересно. Ну что ж, а на этом все. Увидимся в следующих выпусках. Пока!